Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня послушаем министра экономического развития, расскажет о мерах структурного характера для выхода на траекторию устойчивого развития. Но прежде несколько вопросов такого текущего характера, но касающегося и деятельности администрации президента, и правительства, и регионов, и парламента даже. К сожалению, у нас нет министра энергетики, он был в Брюсселе с коллегами, разговаривал по поводу наших взаимоотношений с Украиной в газовой сфере. Предоплаченного газа осталось ровно на двое суток, мер пока никаких не предпринимается. Но я попросил бы представителя правительства тогда с «Газпромом» уделить этому внимания побольше, имея в виду, что никому конфликты прежних лет не нужны, и мы готовы строго исполнять все контрактные обязательства, но только в рамках предоплаты. Спасибо. И ещё один вопрос, связанный с необходимостью изменения параметров бюджета. Это, в свою очередь, вызвано необходимостью существенными изменениями внешних условий. Новая версия документа свёрстана исходя из снижения цен на нефть до уровня 50 долларов за баррель и при курсе доллара рубль на уровне 61,5 рубль за доллар при отсутствии возможности привлекать финансовые ресурсы с международных рынков. Нужно будет вносить соответствующие изменения в закон о бюджете. Знаю, что правительство достаточно долго и упорно работало над этим. Нужно будет продолжить эту же работу в таком же режиме с депутатами Государственной Думы. Я попросил вам, министра финансов, прокомментировать это. Пожалуйста. На правительстве завтра рассматриваем поправки закона о бюджете. Действительно, они составлены с учётом нового макропрогноза, новых внешних условий. Поправки предусматривают изменения параметров бюджета, которые мы ранее утвердили. Доходы снижаются на 2,6 триллиона рублей. Действительно, расходы снижаются на 300 миллиардов рублей, или всего на 2%, а доходы на 17%. Естественно, увеличивается дефицит. Мы планируем дефицит на следующий год в размере 2,8 триллиона рублей. То есть процентом отношения к ВВП увеличивается с 0,6% до 3,8% ВВП. Понятно, это следствие снижения поступлений, в первую очередь, от экспортных почин НДПИ, то есть те налоги, которые связаны с доходами от внешней экономической деятельности. Мы предлагаем провести перераспределение ресурсов внутри бюджета, то есть определить приоритеты внутри бюджета. И общий объем перераспределения более триллиона рублей. То есть мы сократили отдельные расходы на сумму чуть более триллиона рублей. И примерно на такой же объем увеличили ресурсы, необходимые для реагирования в рамках антикризисных действий. Это повышены были и пенсии пенсионерам, были учтены необходимые средства на реализацию антикризисного плана, будет оказана поддержка отраслям экономики, регионам и так далее. То есть все эти меры, которые необходимо быстро реализовывать, будут учтены в поправках в законы бюджета. Если бы мы не проводили оптимизацию на почти триллион рублей, то дефицит бы возрос с 3,8 до 5,2% ВПР. Соответственно, мы бы потратили больше резервов. Резервный фонд мы предлагаем использовать в размере 3,7 триллиона рублей. Это включает и 500 миллиардов, которые были изначально у нас определены. Такое право у нас было правительство использовать их в текущем году. Поэтому дефицит будет финансироваться в основном за счет резервов, которые накопили в предыдущие годы. На конец текущего года мы ожидаем размер резервного фонда в размере 1,7 триллиона рублей. Поэтому наша задача стоит в следующем. О том, чтобы в текущей ситуации профинансировать все первоочередные обязательства за счет резервов, с одной стороны. С другой стороны, подготовить решения, которые обеспечивали бы уже настройку бюджета в 2016-2017 годах на новые условия. То есть мы должны сейчас посмотреть новый прогноз на 2016-2018 год, определиться с учетом наших возможностей и подготовить уже решения по расходам обязательств, которые необходимо уже рассматривать с учетом тех задач, приоритетов, которые стоят, и с учетом возможностей. Для этого нам нужно уже в весеннюю сессию будет внести и подготовиться ряд решений, обеспечивающих основную с точки зрения бюджета задачу. Мы поставили это обеспечение сбалансироваться бюджетом в 2017 году. Поэтому идеология бюджета такая. Мы реагируем на новую ситуацию. Принимаются расходные решения в рамках антикризисных действий правительства. Помогаются отдельным социально незащищенным категориям граждан, группам населения. Выделяется поддержка регионам, что тоже важно. И мы должны поставить сейчас задачу, еще раз повторюсь, о том, чтобы иметь сбалансированный бюджет на ближайшую среднесрочную перспективу, с тем, чтобы нам сохранить резервы, с тем, чтобы нам подстроить свои обязательства под новые условия. Вот такая идеология поправок закону бюджета. А когда Вы планируете в парламент направить? Мы планируем на этой неделе рассмотреть. Я думаю, что если правительство даст нам недельную доработку, в течение недели мы доработаем с учетом обсуждения и готовы будем нести в парламент. Хорошо, спасибо. Острыми остаются вопросы, связанные с лекарственным обеспечением граждан. Ольга Юрьевна, что там происходит? Уважаемый Звук Владимирович, принято распоряжение о новом перечне жизненно важных лекарственных препаратов на 2015 год. В целях стабилизации лекарственного рынка на территории Российской Федерации перечень был расширен. В него включены 50 важнейших препаратов, которые предполагают работу по онкологическим заболеваниям, по орфанным заболеваниям, по сахарному диабету и еще целому ряду нозологий. На сегодняшний день список жизненно важных препаратов составляет 608 лекарств, которые закрывают все основные нозологии и все основные заболевания. В связи с принятием этого документа мы можем говорить, что мы контролируем значимую часть рынка. 608 препаратов из 2935, которые присутствуют на российском рынке. Очень важно, что из этих препаратов 413 имеют российское производство, и 608 имеют российское производство. И сегодня российские производители заявляют о своей готовности продолжать локализацию на территории Российской Федерации и ставят вопрос о пролонгированных контрактах, тот вопрос, который мы обсуждали, в семилетних контрактах. И они готовы удерживать и на будущее цены, и локализировать производство при условии таких долгосрочных планов. Мы сейчас работаем в рамках правительства над этой задачей. Я думаю, что мы ее довольно быстро сможем решить оперативно для того, чтобы обеспечить наш рынок лекарств. То есть, именно так и говорили, длительные контракты в обмен на снижение цены? Да. Начинаются весенние полевые работы. Николай Васильевич, есть какие-то нерешенные проблемы еще? Вопрос очень у Вас. Силом проведения весенних полевых работ, конечно, проблем традиционно выше крышевых российских, да и не только российских крестьян. Но характеризуя работу с регионами и для регионов, могу сказать, что если по прошлому году на сегодняшний день мы перечислили с федерального бюджета 32 миллиарда рублей, то сегодня это 98,5 миллиардов рублей. То есть, более чем в три раза больше на счетах федеральных казначейских территориальных управлений в регионах находится федеральный денег. Они, регионы, довели до сельхозтоваропроизводителей, если в прошлом году все-таки вот такая сравнительная характеристика, 686 миллионов рублей, то в этом году 7 миллиардов 836 миллионов рублей. То есть, более чем в 10 раз больше. На несвязанную поддержку по прошлому году миллиард, а в этом году 7 миллиардов 600 миллионов рублей. И заработала та система, которая принята правительством Российской Федерации в январе, когда мы существенно увеличили поддержку с федерального уровня всех кредитов, субсидий на возмещение кредитов и краткосрочных, и инвестиционных. Сегодня ставка возмещения из федерального бюджета это 14,7% по краткосрочным кредитам, плюс до 1,3% это ставка рефинансирования и в итоге получается до 17,4% мы возмещаем под краткосрочным кредитом сейчас весенние полевые работы. И в данном контексте можно сказать, вот если проанализировать цифры Росхельхозбанка, Сбербанка, которые нам гарантируют, декларируют, что они предоставляют кредиты на весенние полевые работы, декларируют там от 19 до 22-23%, но мы проверяем эти декларации через регионы, там получается от 22 до 25%, но даже при такой критической оценке объективной ставка получается эффективной для заемщика не более 7-8%. От 2-3% до 7-8%. И в данном контексте у нас условия по сравнению с прошлым годом не ухудшились. Мы перечислили для краткосрочных кредитов уже 20 февраля 36 миллиардов рублей. Если вот неделю назад на совещании представителей правительства мы констатировали, что кредитование идет ниже прошлого года на 30%, вот за неделю кредитование превзошло уровень прошлого года и по линии Сбербанка, и Росхельхозбанка. Поэтому в целом сейчас вот новые параметры, новая реальность уже воспринимается регионами Российской Федерации и система взаимодействия очень динамично по нашей оценке заработала. Конечно, не без отдельных недостатков. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы дефицит семян, у нас выше уровень обеспеченности семенами, чем в прошлом году, кондиционность заметно выше на 4%. То есть хорошие показатели за счет хорошего урожая. Но три региона Алтайский край, Оренбургская область, Урганская область в прошлом году пережили чрезвычайную ситуацию. И для того, чтобы меньше было проблем с семенами, с другими материалами ресурсными, приняли решение в ближайшие дни представить распределение для этих регионов, помощь для преодоления вот этих последствий, примерно 2,6 млрд за счет резервного фонда из 50 млрд, которые даются беднями сельхоза. Вот у нас хорошие есть новости, связанные с тем, что снижаются площади озимых посевных, которые пострадали осенью. Более чем на 400 тысяч гектаров улучшились показатели по Южному федеральному округу. И это более дополнительно 2 млн тонн зерновых культур. По году мы ожидаем, пока прогноз на сегодняшний день, до 100 млн тонн зерновых культур. Но в целом пока есть основания для того, чтобы оценивать ситуацию как удовлетворительную. То, что средства выделяются и выделяются в таких объемах, это хорошо. Но нужно сопоставлять выделяемые средства с ростом цен на семена. Если их достаточно, то это тоже неплохо. Но надо посмотреть, компенсируют ли выделяемые денежные средства рост цен на семена, на наши, и на импортные гибриды. И минеральные удобрения растут в цене. Это тоже нужно иметь в виду. Абсолютные цифры впечатляют, но нужно, чтобы они соответствовали всем другим параметрам экономической деятельности. Доложу. По минеральным удобрениям на площадке правительства, Минпромторга, Минсельхоза провели очень интенсивные переговоры с ассоциациями производителей удобрений. И договорились о скидках до 33 даже процентов. И сегодня цены приемлемые. У нас вот неделю назад на совещании была обеспеченность ниже, чем в прошлом году. Сегодня мы превзошли по обеспеченности за счет снижения. По семенам мы в три раза больше увеличили в этом году субсидии на элитное семеноводство, на субсидирование элитных семян. И вообще-то, говоря, с учетом этих 50 миллиардов рублей при поправке в закон, мы рассчитываем даже в 6 раз увеличить поддержку на элитные семена, включая гибриды, как раз вот эти импортные семена. А ГСМ? ГСМ снижение идет с начала года по дистопливу 3,6%, по бензину 5,8%. Правда, тоже возникают в отдельных регионах вопросы, вот Красноярский, Край, Свердловская область, Новосибирская, некоторые за прошлую неделю повышения. Но будем разбираться вместе с Минэнерго, с ФАСами и так далее. Хорошо, спасибо большое. Ну и пару слов о работе с регионами на Дальнем Востоке по поводу территории, приезжающей в развитие. Решение принято, соответствующее. Как там дела? Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас ведется работа над созданием нормативной базы, необходимой для реализации законов. До конца марта она будет завершена. Параллельно, чтобы не терять время, мы начали отбор территории, приезжающей в развитии инвестиционных проектов. На первом заседании под комиссией отобрано три территории, приезжающие в развитии. Две – Хабаровский край, это площадка у Хабаровска и Комсомольск-на-Амуре, и одна в Приморском крае, Надеждинском. Площадка в Комсомольске-на-Амуре позволяет за счет локализации запасных частей на производство самолетов практически удвоить объем выпускаемой продукции. Ну а задача бюджета – помочь в реализации с точки зрения создания инфраструктуры. Мы там должны будем построить школу, детскую поликлинику, дорогу, газопровод. Это создаст необходимые условия для жизни и работы в одном из важнейших центров Дальнего Востока. Большая перспектива у Надеждинской. Там создается возможность для использования логистических преимуществ в прямой порте. Кроме территории переживающего развития, отобрано шесть инвестиционных проектов. Это горнообогатительные комплексы Инаглинский и Таёжный в Сахея-Кутии, транспортно-перегрузочный комплекс в порту Ванина и комплекс по развитию угледобычи и углеобогащения в Хабаровском крае. Горно-металлургические комбинаты на базе Озерновского месторождения на Камчатке и Селемжинского в Амурской области. Уважаемый Владимир Владимирович, важно отметить, что это проекты, которые максимально готовы к реализации. Отдача от них будет уже в 2016-2017 году, они будут все запущены. Территория переживающего развития будет создана и начнут работать в эти же сроки. Всего на создание территории переживающего развития будет израсходовано и инвестпроектов перечисленных будет израсходовано 23 миллиарда рублей бюджетных средств, при этом объем частных инвестиций 180 миллиардов. Нужна какая-то дополнительная вам помощь со стороны администрации, скажем, в работе с руководителями регионов или со стороны правительства? Владимир Владимирович, нет. Может быть, единственное, что еще хотел сказать, что в соответствии с вашим поручением мы подготовили предложение о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке. Наши соседи весьма интересуются развитием Дальнего Востока, и если вы поддержите, мы хотели бы такое предложение вам направить. Когда? С 12 по 15 августа 2015 года. Сочинскому форуму это никак не мешает? Разводится? Разводится, там месяц где-то разница, и как раз губернаторы смогут отдохнуть и в сочинском поучаствовать. Хорошо. И, Владимир Владимирович, последнее, что хотел сказать, это только начало работы, готовых проектов более чем достаточно. У нас сейчас на следующее заседание уже подготовлен туристко-рекреационный кластер на Камчатке. Это очень комплексный, интересный проект. Месторождение «Угольная Беринговская» на Чукотке. Проект строительства новых портовых терминалов в Зарубино, в Приморье. То есть мы будем продолжать эту работу. Ладно, спасибо.